Парад Победы в Оренбурге В Оренбурге посетили 600 ветеранов и тружеников тыла. Колонну военной техники возглавил танк Т-34. Выставочные и концертные площадки на Советской 9 мая работают весь день. Горожан поздравили профессиональные и самодеятельные творческие коллективы. В Тверской области поисковики нашли останки двух солдат-красноармейцев из Оренбургской области. Сержант Сальников и рядовой Канонихин числились без вести пропавшими. Немцы заходили в дома сельчан, показывали оружие детям, а иногда и угощали сладостями. Оренбуржец Анатолий Быков поделился воспоминаниями о военном детстве. Более подробно об этих и других новостях расскажем далее в выпуске. На главной площади города состоялся торжественный парад победы с участием личного состава Оренбургского гарнизона. В этом году впервые колонну военной техники возглавлял танк Т-34. Порядка 600 ветеранов, тружеников тыла и детей войны смогли увидеть этот парад. Чем он запомнится, расскажет Валерия Шарова. Ура! 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 Проходят личный состав роты почетного караула, составленный из лучших курсантов 106-го учебного центра имени маршала Казакова. Для военнослужащих батареи представлена боевая экипировка «Ратник», именуемая «Комплект солдата будущего». Традиционно в Оренбурге состоялся парад победы, посвященный 76-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. В нем приняли участие 1700 солдат и офицеров, а также проехалось 30 единиц военной техники, в том числе Т-34. Сил много было вложено, готовились долго, усердно. Какое для вас имеет значение этот праздник сегодняшний? Очень огромное. Это гордость. Мы весь апрель по раза два-три в неделю приходили, плюс последние дни, через день буквально каждый раз была тренировка. Ноги устают очень. Мозоли были поначалу. В Оренбурге впервые установили трибуны в виде буквы «П». Здесь 3,5 тысяч сидячих мест. Это сотрудники бюджетных сфер и общественных организаций. Их пропускали по пригласительным билетам. К слову, еще в марте велись споры о проведении Парада Победы. В итоге на федеральном уровне приняли решение провести 9 мая в Москве и 27 городах России. Отец воевал мой. Дошел из Берлина. Попов Василий Николаевич. Война и плен, и бежал, и все было. Никогда не рассказывал. Никогда. Я говорю, ничего не нужно, только вот чтобы было такое красивое голубое небо. Придет, что с собой не позвала. По смуглянке, молдаванке. Часто думал по ночам. Очень красивый и хороший парад. Правда, мы его близко не видели. Нам запомнилось хорошее настроение всех людей. Улыбки. Ты меня не напугала? Нет, что вы. Нет, мы привитые. Но запомнилось больше всего на параде. Что запомнилось? Военные запомнились. Я родился в 1939 году, когда началась Вторая мировая. Это представляете? И сейчас наши власти на нас детей войны плюют. Ну какая нам помощь? 100 рублей этот Путин дал. Собаке кость не купит. Празднование Дня Победы в Оренбурге не ограничивается мероприятиями на Советской и Площади Ленина. Здесь на пересечении Орской и Победы представлен выставочный комплекс современной военной техники. Здесь расположились как военная артиллерия, так и зенитно-ракетные установки. Особое внимание привлекает установка С-300, которая предназначена для обороны от ударов всех типов самолетов, вертолетов и крылатых ракет. Что там внутри? Расскажи. Давай, давай, не стесняйся. Там руль, КГС, СМ. Как себя чувствуешь? Хорошо. Готов прыгать? Это не особо. Тяжело? Да, очень тяжело. Очень нравится детям познаваться на все эти выставочные комплексы. Вчера были на реконструкции медсанчасти. Спасибо вот за это. Валерия Шарова, Олег Николаев, Городской телеканал ЮТВ. Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы, проходят в Оренбурге на протяжении всего дня. Так, на Советской расположились творческие концертные площадки, выставки и фотозоны. Гости праздника смогли услышать и военные песни. На главной улице побывала Ванесса Петерс. Песни и танцы, инсталляции, полей сражений и концерты. Так и жила Советская сразу после Парада Победы. Горожане смогли увидеть военную технику, оценить строевую подготовку кадетов и концертные программы местных коллективов. На площадках выступали не только профессиональные ансамбли, но и любители. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь. И поэтому знаю со мной, ничего не случится. Вообще, в душе, действительно, май он расцвел в нашем городе. Это же наша душа, это молодость наша. Наше детство прошло под эти песни, и я рада, что наша молодежь сейчас тоже знает, помнит, исполняет эти песни. Также на Советской работе интерактивные площадки центров детского творчества. Например, ЦДТ Дзержинского района помогали создавать детям голубей мира, как символ победы. Наши дети могут и лепить из теста, и нарисовать что-то. Чем ты сегодня занимаешься здесь? Вырезаю голуба мира. Такой вот голубь даже получит. Сложно? Пока нет, просто вырезаю. Спасибо нашим прабабушкам за то, что в книжках остались осколки мои. В праздничный концерт для оренбуржцев устроили детские коллективы и ансамбли со всего города. Кто-то пел песни военных лет, а кто-то показывал танцевальные номера. Воспитанницы Дворца творчества детей и молодежи даже представили коллекцию одежды, которая олицетворяет пробуждение после долгих лет войны. Она из себя представляла военные костюмы, стилизованные под цветы, которые олицетворяют девушек на войне. И красоту прекрасная. Оренбургский государственный медицинский университет традиционно показал работу медсамбата периода Великой Отечественной войны на Красной площади. В разбитом лагере можно было увидеть настоящее оружие, технику и хирургические инструменты тех лет. Будет и техника, и раненых будут привозить, и операции будут идти. У нас оборудована и операционная, оборудована противошоковая, перевязочная, зубоврачебный кабинет, госпитальная палатка, сортировочная площадка, то есть сортировка, регистрация раненых, все по правилам, по стандартам. Площадки будут работать до 10 вечера. После завершения всех концертов и мероприятий в центре города и в Степном районе прогремят праздничные салюты. Их запустят в 10 часов вечера. В Нессе Петерс, Павел Чекомырев, Гороско, телеканал ЮТВ. Военные песни, угощения и искреннее спасибо. Оренбуржцы поздравили с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны. Для тех, кому позволяет здоровье, устроили настоящий праздник с песнями и танцами. Ветераны в зрительном зале не задержались и присоединились к артистам. Я на верху белых мальчик, я на верху, 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 я на верху. Танцы, улыбки, дружеские рукопожатия и, конечно, фронтовые истории. Ведь всех этих седых людей с мудрыми взглядами связывает военное прошлое. Все они защищали родину на фронтах Великой Отечественной войны и в тылу. Авангарду Федоровичу сейчас 95. Он отправился воевать в 16 лет. После ранения и лечения в госпитале снова вернулся на фронт водителем. Ветеран рассказывает, что биться с врагом приходилось почти ежесуточно. Наша батарея заехала на позицию. Только заехала, а корректировщик нас усек. И началась минометная атака немецкая. Прямо на наш квадрат. Мы, значит, это выезжать сразу стали. Наш полк прошел 812 километров боями непрестанными. И днем, и ночью были. На сенокосе работали, на прополке работали. Мы дети ведь были. Нам все это было подручно и все весело, и все свободно. Мы так любили этот труд. Мы с радостью ехали и с радостью делали все. Мы не понимали, что трудность. Это нашим родителям было трудно нас воспитывать. Мероприятие уже проводится не первый год. Мы приглашаем ветеранов для того, чтобы сделать для них праздник. Организуется все это за свой счет, собственными силами. С каждым годом тех, кто может рассказать о событиях Великой Отечественной войны из первых уст, становится все меньше. Однако, несмотря на возраст, они не теряют задоры и интересы к жизни. В этом году праздник от некоммерческой организации «Спарта» посетили более 30 гостей. Ветеранов, которые не смогли прийти, персонально поздравили после мероприятия. Финансовую поддержку оказали коммерческие компании города. В Тверской области поисковикам удалось найти и опознать двух солдат-красноармейцев, уходивших на фронт из Оренбургской области. Рядовой Кананыхин и сержант Сальников числились без вести пропавшими, однако теперь потомкам удастся узнать их военную историю. Также поисковики смогли найти родственников одного из солдат. Во время очередной экспедиции в Тверской области оренбургские поисковики нашли и перезахоронили своего земляка Василия Сальникова. Он родился в деревне Полиновка Бузулукского района. Опознать солдата удалось благодаря так называемому смертному медальону и записке. Завести семью и детей до войны Василий Сальников не успел, а других родственников найти так и не удалось. Родственников не удалось отыскать, поэтому у нас нету такого права захоронить его на малой родине над разрешением родственников. Но мы надеемся, что вот эта ДНК-экспертиза, это будет обобщенная база данных, будут собираться данные, кого мы находим, останков. Также будут сдавать туда свои ДНК-анализы тех, кто ищет своих родственников. Поисковики обнаружили останки еще одного солдата из Оренбурга, Павла Канонихина. Его также опознали по медальону и записке. Меньше чем через сутки после начала поисков родственников погибшего бойца, поисковикам позвонил его внук. Я ему очень благодарен. Это огромное спасибо. Огромное. Просто тут слов, мне кажется, много я не смогу сказать. Но это, вы знаете, честно сказать, самому охота, даже вот где-то поучаствовать, что-то сделать, принести людям то, что вот они 80 лет ждали. Мы как бы, ну, потери уже были, что никогда мы ничего не найдем. Я не ожидала, что его найдут, потому что моя мама говорила, что он пропал в Безосе, его больше никто не найдет, и он все. Его, считай, как больше нет. Ну, я очень обрадовалась, когда маму узнала то, что прадедушку нашли. Также родственникам Павла Канонихина передали саперную лопатку, найденную неподалеку от останков погибшего солдата. Его перезахоронение пройдет 22 июня в Тверской области. Участие примут и родные Павла Канонихина. Кроме того, поисковики передали Народному музею защитников Отечества несколько артефактов, найденных во время вахты памяти. Его коллекция пополнилась немецкой каской, советской флягой и фрагментами разрывных снарядов. Александр Кацун, Олег Берендеев, Артем Букреев, городской телеканал ЮТВ. В годы войны нелегко приходилось не только солдатам, но и тем, кто оставался работать на благо фронта в тылу. Многие территории оказывались оккупированы немцами. Солдаты заходили в дома сельчан, показывали оружие детям, а иногда и угощали сладостями. Такими воспоминаниями с нашими корреспондентами поделился оренбуржец Анатолий Быков, который в те годы жил в приграничном польском городе Перемышль. В преддверии Дня Победы он рассказал нашей съемочной команде о своем военном детстве. Анатолий Быков родился в 1934 году, когда мальчику было 7 лет, началась война. На тот момент семья Быковых находилась в пограничном городе Перемышль, расположенном на юго-востоке Польши. По воспоминаниям Анатолия Андреевича, ночью 22 июня отцу сообщили, что советские войска, находившиеся в городе, должны быть подняты по боевой тревоге и выведены в места сосредоточения по плану прикрытия государственной границы. Я пересмотрел воздушных боев, как и ночью. Катюши работали, вот как Катюши работали, то же самое. Остановились Катюши где-то в полутора километров от нашего дома, а стреляли по противоположному селу. А вечером дело было, представляете, вечером снаряды. А мы, пацаны, убежали, откуда Катюши бьет. Через наш дом, через село, в то село. На протяжении двух лет семья находилась в оккупации. Анатолий Андреевич вспоминает, что часто приходилось прятаться в погребе. Немцы заходили в дома сельчан и общались с хозяевами, показывали оружие детям, а иногда и угощали сладостями. Эти годы стали хорошей школой жизни, вспоминает ветеран. А свое будущее он решил связать с летной деятельностью. Сон мне как-то приснился, я летал уже, хочется летать. Вот смотрю, со мной гонятся эти разбойники. Я, значит, убегаю. Они за мной. А я знал, что тут обрыв, я бегу к этому обрыву. Я смотрю, значит. Вот они за мной гонятся. Я добегаю до обрыва, остановился. И они подбегают. Я вот смотрю, она подбегает ко мне. Я прыгнул туда и полетел. Я не выдумываю. Вот такой сон. Часто я вот во сне, я говорю, улетал. В 1957 году Анатолий Быков окончил первое военное авиационное училище в городе Чкалов, после чего остался здесь на должности летчика-инструктора. В летном училище он прослужил до 1986 года. Был тренером команды, которая защищала честь военного округа на всесоюзных соревнованиях, на реактивных самолетах. За время прохождения службы достиг уровня летчика первого класса, мастера спорта и инструктора парашютной десантной подготовки. Сейчас Анатолия Быкова часто приглашают в школы и училища, чтобы рассказать о своей жизни, военном времени и учебе в Оренбургской летке, где его однокурсником был Юрий Гагарин. Юлия Тюшевская, Павел Чекмарев, городской телеканал ЮТВ. На этом у меня все. Вы смотрели выпуск новостей. Команда телеканала ЮТВ искренне поздравляет всех с Днем Победы и желает мирного неба над головой. Меня зовут Наталья Богданова. Всего вам доброго. Оставайтесь на ЮТВ. Субтитры сделал DimaTorzok